Здравствуйте! В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это грозит должникам суровыми мерами. Мать толкнула сына на скользкую дорожку. В Саиногорске задержаны торговцы синтетическими наркотиками. Парень сбывал зелье в одной из городских школ. Смартфон лучше гида. Специальное приложение для путешествий по Хакасии разработают сотрудники краеведческого музея. Главная выборная кампания года будет проходить по новым правилам. Они коснутся как избирателей, так и наблюдателей с журналистами. Изменения приняты на федеральном уровне и, согласно им, будут скорректированы республиканские законы. Прежде всего, речь идет о регистрации в списках избирателей. Тот, кто находится в другом городе или селе, должен заранее прийти на участок и письменно заявить о себе. Раньше это можно было сделать непосредственно в день выборов. Кроме того, при совмещении федеральных и региональных выборов жители Хакасии не смогут голосовать досрочно, как прежде. Если человек находится в отъезде, то он должен заранее позаботиться об открепительном удостоверении и проголосовать только в день выборов. Прежде всего, это будет касаться жителей Устебаканского района, где в сентябре будут выбирать не только депутата Госдумы, но и главу района. Партии же озабочены тем, что ограничивается число наблюдателей. На одном участке от одной организации могут быть только двое человек. И, наконец, интернет-агентства приравниваются к средствам массовой информации, а значит, агитация в таких ресурсах будет проходить по общим правилам. Пакет этих и других изменений республиканский избирком передал Верховный Совет, который должен принять их на ближайшей сессии в конце месяца. По мнению главы комиссии, новшества пойдут на пользу выборам. Снимут, возможно, многие острые проблемы, в том числе с наблюдателями, с кандидатами в период проведения предвыборной агитации, со средствами массовой информации, потому что более четко прописаны и сроки агитации, и порядок опубликования материалов. Также изменения коснутся оснащения участковых избиркомов. Каждая комиссия должна быть обеспечена отдельной машиной. И на сегодня это большая головная боль муниципальных властей. Где взять столько транспорта на все участки? Глава Хакасии уже поручил Минтрансу изучить данный вопрос. Хотя до единого дня голосования еще пять месяцев, РИС-Избирком активизируется уже сейчас. И подготовка к выборам по всей стране проходит под знаком смены руководства Центра избиркома, которая, как известно, нацеливает свою команду на демократический курс. Только второе рабочее заседание Центральная избирательная комиссия провела, где поддержан общий тренд на дальнейшую открытость к избирательной системе. То есть мы всеми руками за данное направление работы. Кстати, проверка для избиркома состоится еще до дня голосования, до единого дня голосования. В республике уже начались выборы. В трех селах необходимо провести досрочные выборы глав сельсоветов. И первыми на избирательные участки придут жители Сабинки в Бейском районе уже в следующее воскресенье. Прежний глава не доработал свой срок и покинул пост в минувшем январе. Теперь на освободившееся кресло претендует аж семь человек. Немалая конкуренция, учитывая, что часть кандидатов не местные и выдвинуты от четырех разных партий. Что касается жителей Сабинки, то лишь двое желают пойти во власть. Это заведующая клубом и депутат сельсовета. Еще две компании проходят в вершине Теи и Балыксе. Наиболее жаркая избирательная гонка ожидается в Горняцком поселке. Там за электорат поборются восемь кандидатов. Причем один из них приехал из Красноярска. В соседней Балыксе накала страстей нет. Там на данный момент всего два человека желают возглавить сельсовет. В обоих поселках выборы состоятся 15 мая. Одной из самых обсуждаемых новостей недели для черногорцев стало ЧП на предприятии Хакас-Взрывпром. На прошлой неделе там произошел взрыв, в результате которого один человек погиб на месте. Второй позже скончался в Красноярском ожоговом центре. Еще трое работников проходят лечение в больнице. Все сгоревшее. Все вон там фуфайка сверху. Наверное была фуфайка. Вон видите штанишки. Все горело, ребенок сажило. Это рабочая одежда Олега Элтека. У молодого мужчины было обожжено 80% тела. Несколько суток он находился в коме. Его перевезли в Красноярск. Однако врачи были бессильны. В среду рабочий скончался. По свидетельству очевидцев, оба погибших были обожжены настолько, что шансов на спасение просто не было. По предварительной версии, виной всему несоблюдение техники безопасности. Причем в зоне риска могли оказаться близлежащие дома Черногорца. В связи с чем, по поручению главы региона была организована проверка потенциально опасных предприятий, с тем, чтобы не допустить подобных инцидентов. Также Виктор Зимин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП. На все семьи составлены социальные паспорта. По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время оказывается им медицинская помощь в полном объеме. И пострадавшие находятся под наблюдением главных специалистов Минздрава. При этом все медицинские препараты, которые необходимы, они есть. В семьях пострадавших воспитывается 6 детей, 3 школьника, 2 ребенка приезжают в детский сад, 1 студент техникума. Установить такие же критерии, погибшему столько-то, семье пострадавшего столько-то, за утрату здоровья, если в степень легкой, то, как мы решали вопросы, связаны были с пожарами, то же самое. У них у всех средняя тяжесть. Если больше, ради бога, но не меньше. Жертвы ЧП получат компенсацию. 1 миллион рублей семьи погибших по 400 тысяч раненые. Следственное управление возбудило уголовное дело. На предприятии идет большая комплексная проверка. Кстати, директор Хаказа «Взрывпрома» Павел Мамонов не участвовал ни в одном совещании. И пока не ясно, что предпринимается на опасном производстве, чтобы трагедия не повторилась. Энергетики на этой неделе напомнили о своем праве отключить рубильник. Потребители задолжали им свыше миллиарда рублей. И теперь сам поставщик оказался в должниках. Кто виноват и как с этим бороться, расскажет Елена Крылова. Больше миллиарда рублей в минус, и Хаказ «Энергосбыт» теперь тоже крупный должник. Впервые за историю предприятия оно не смогло расплатиться с поставщиком. Вытягивать такой долг компания больше не в состоянии. Если точно, по данным на апреле, «Энергосбыту» недоплатили за свет 1 миллиард 198 миллионов рублей. Вклад в эту сумму внесли компании практически всех сфер и рядовые потребители. Мы первый раз за все время существования Хаказ «Энергосбыта» не смогли вовремя оплатить оптовому рынку денежные средства за поставленную электроэнергию. То есть это первое наше нарушение в оплате оптового рынка. Самая большая часть долгов на счету предприятий ЖКХ – 700 миллионов рублей. Из этой суммы – 230 миллионов – компания из Черногорска. У города самый дорогой, но самый короткий список. Всего три крупных ресурсника – «Хакресводоканал», «Хактек» и «Теплоресурс». Все три объяснить ситуацию с долгом отказались. Как и неизвестно, почему не рассчитываются с долгами управляющей компанией. В Абакане в черном списке три с общим долгом на 300 тысяч рублей. Все три уже не существуют, и эта схема стала классической. 35 заявлений в прокуратуру о намеренном банкротстве отправил «Хакас «Энергосбыт» в минувшем году. Практика нам показывает, что некоторые директора уже в апреле начинают регистрировать в налоговой, в уставы и создают новые предприятия. В этом году в «Хакасии», скорее всего, как и в прошлом, снова отключат котельные летом. В минувшем сезоне без света из-за долгов остались 80. К слову, энергетики не могут действовать более жестко. Например, не вправе оставить город без горячей воды. Елена Крылова, Антон Новожилов, Сергей Казьмин, Вести, «Хакасия». Хакасский язык с детского сада. Абакан успешно реализует проект по сохранению национального наследия. Дошкалята в игровой форме не только осваивают родную разговорную речь, но и культуру, быт, а также традиции коренного народа. На одном из занятий побывала Олеся Калиниченко. Для большинства этих детей хакасский язык не является родным. Но это не мешает каждый день с удовольствием учить новые слова, стихотворения. Но охотнее всего дошкольники изучают национальные игры. Так в игровой форме дети постигают основы хакасского языка. На классическое занятие это мало походит. Никакой зубрёжки. Национальный язык органически вписывается в повседневную жизнь ребёнка. Какие хакасские слова ты знаешь? Как утром пришли, через порог только дети к нам в сад из НР и начиная до вечера, до свидания. И в течение дня мы с ними… А если только брать строго на занятия что-то конкретное, там вот где 30 минут, ну этого недостаточно. Поэтому мы стараемся в течение дня вот это вот закреплять и с детьми повторять. Воспитатели не ставят перед собой цель научить детей свободно владеть языком. Главное познакомить с хакасской культурой в доступной для дошколят форме. Показать, что национальные праздники, обычаи, игры хранятся не только в учебниках по этнографии. Традиции живы, и они прекрасно вписываются в современную жизнь. В изучении языка важную роль играет помощь родителей. И здесь у воспитателей с папами и мамами полное взаимопонимание. Родители вместе с детьми где-то что-то там, стихи какие-то задаем или песни учим. Они с удовольствием вместе забирают бумажки, мы распечатываем, отдаём детям. И они вместе дома учат со своими детьми. Как-то даже интересно, сами спрашивают, подходят. Говорят, а вот это слово как правильно произнести, где правильное ударение поставить. Сегодня в Абакане из 42 детских садов хакасский язык изучают в 20. И это число ежегодно растёт. В частности, за последние 5 лет количество дошкольных учреждений, где преподают национальную культуру, увеличилось в 2 раза. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В опиющий случай в школе Саиногорска. Там торговали наркотиками. В незаконном бизнесе была задействована целая семья. Синтетику продавали 16-летний подросток и его мать. Выясняется причастность к преступлению ещё двоих родственников. Все подробности у Виктора Бурова. Самый младший член безработного семейства, 16-летний подросток, наркоман, нашёл способ, как для всех быстро заработать лёгкие деньги. Решил продавать синтетические наркотики. 36-летняя мама криминальную бизнес-идею сына одобрила без раздумий. В Хакасии такой случай впервые, что к уголовной ответственности привлекается и несовершеннолетний сын, и его мать, которая на путь исправления сына не поставила, а наоборот поддержала его, занялась с ним совместно сбытом наркотиков. С середины февраля подросток закупал синтетику оптом через интернет. Наркотики юный дилер продавал в том числе в школе Саиногорска, где учился сам, в проверенном округу своих клиентов. Дозы предусмотрительно прикреплял 10-копеечным монетам, чтобы со стороны продажа наркотика выглядела как обычная передача мелочи. Знало ли руководство учебного заведения о преступном бизнесе в стенах школы – неизвестно. Наркобизнес до определенного времени продвигался с большим успехом. За короткое время семейка сколотила денег на хороший ремонт в квартире, полагая, что это поможет привлечь еще больше клиентов. Однако мечтам о скором богатстве не суждено было сбыться. Наркополицейские разоблачились в семейную банду. Хотя для этого пришлось разработать многоходовую операцию. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении матери и сына. В отношении них избрана мера пресечения ареста Иногурским городским судом. Ответственность за подобные преступления предусматривает срок лишения свободы от 10 до 20 лет. Следствию также предстоит разобраться, у кого конкретно семья наркоторговцев приобретала наркотики. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Следствие по делу бывших и высокопоставленных чиновников Александра Голышева и Олега Базиева завершено. Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, сейчас они знакомятся с материалами обвинения. Напомним, они подозреваются в присвоении денег, выделенных Хакресводоканалу. Помимо экс-чиновников под уголовное преследование также попали финансовые работники предприятия. Скандал разразился в мае прошлого года и на сегодня следствие собрало необходимые доказательства вины задержанных. Они свои вины, кстати, не признают и с момента лишения свободы пытаются опротестовать как свой арест, так и действия следователей. Последняя их жалоба на нарушение собственных прав была рассмотрена в пятницу в Черногорском суде. К слову, все предыдущие их ходатайства были безуспешны. Тот же суд продлил сроки задержания Гулышева и Базеева. Первый пробудет под стражей до 20 мая, второй – до 5 мая. Впрочем, бывшие чиновники проявляют завидное упорство. Они подготовили новые жалобы, которые теперь будет рассматривать Верховный суд Республики. Торговля спиртом в нашей стране процветала и будет процветать. Это доказало дело против абаканской предпринимательницы, которая продавала 40-градусную жидкость под видом добавки к выпечке. Практика эта не новая. Ранее спирт выдавали за настойки боярышника и косметические лосьоны, но привлечь к ответственности ни производителей, ни продавцов не удавалось. Они умело обставляют свое дело. Чем же закончилось разбирательство в столице Хакасии, смотрите в следующем материале. В судебной практике Хакасии такое дело рассматривали впервые. После того, как крепкий напиток был изъят у индивидуального предпринимателя Натальи Дурновцевой, она же продавец в одном лице, его отправили на экспертизу в лабораторию. Хотя производители и их торговые представители не скрывали, жидкость содержит 45% этилового спирта. Документы на этот товар имеются. Я, собственно, не знала, что мне именно им торговать нельзя. Поясните, вы согласны с начальником? Не согласны, не согласны. Теперь я знаю, что оказывать у индивидуальный взятер, значит я согласна. Однако, ответчик здесь не совсем честна. По закону ИП продавать может только пиво. А на бутылке якобы пищевых добавок доля спирта отчетливо в составе указана. Однако, по документам, ароматизатор хлебный, кедровый, наполеон, входил в категорию спиртосодержащей продукции, а не алкогольной. Это позволило полулитровые бутылки продавать в пределах 110 рублей и без возрастного ограничения. Теперь в обход закона спаивать население ароматизаторами не получится. Стоит отметить, первыми проблему незаконной продажи ароматизаторов из Казахстана затронули в Якутии. Примеру последовали силовики Абакана. Она ограничена к реализации в соответствии с 71-м федеральным законом. То есть, получается, ее запрещено реализовывать несовершеннолетним, также в нестационарных торговых объектах. Но навсегда из магазинов Хакасии ароматизаторы не исчезнут. Вредных и опасных веществ в составе жидкости найдено не было. Значит, алкогольный напиток, хлебный, наполеон и кедровый на прилавках останутся. Постановление суда касается только ИП. А вот торговые предприятия, к примеру, с организационной формой ООО, могут продавать пищевые добавки только уже теперь, как алкогольный напиток. В ином случае, силовики имеют право его изъять. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. 100 миллионов рублей получит Хакасия на развитие спорта. Деньги выдаются для строительства и реконструкции объектов, где тренируются сборные страны. В Хакасии это центр спортивной подготовки Тея, которая с 2011 года является тренировочной базой и местом проведения соревнований молодежной и основной команды. И основной команды страны по лыжным гонкам. Такие субсидии получат еще 26 регионов на условиях софинансирования. А значит, часть средств на спорт наш регион должен будет изыскать у себя самостоятельно. Путешествие по Хакасии без турагентств и гидов. Это станет возможным благодаря мобильному приложению, над которым работают сотрудники Краевического музея. Проект стал возможен благодаря президентскому гранту в миллион рублей. Какие возможности туристам хотят подарить музейщики, узнавала Наталья Чудина. В Национальном музее мозговой штурм. Подобного здесь еще не создавали. Новый проект, получивший президентский грант, требует знаний не только исторических, но и технических. Это будет не просто мобильное приложение о самых интересных и посещаемых местах Хакасии. В скором времени появится сайт, где на карте обозначат все культурно-исторические объекты республики. Чтобы спланировать свое путешествие, нужно будет просто отметить места, где хочется побывать. А система сама рассчитает оптимальный маршрут и даст подсказки. Благодаря этому гиду будут представлены те места, где можно более экономно переночевать. Где можно, ну, места общепита представлены будут. Те места, где можно будет остановиться или воспользоваться услугами. И, например, транспортным услугам тоже это будет представлено в нашем мобильном гиде. То есть все, что необходимо для независимого путешествия, будет буквально в маленькой коробочке под видом мобильного приложения. Телефон, словно навигатор, выведет вас к достопримечательностям. Ведь подъехать к некоторым из них, не зная точной дороги, весьма затруднительно. Еще одна особенность. О любом месте из списка будет представлена не только историческая справка. Мобильный гид расскажет вам о преданиях и легендах, связанных с ним. Сбором этой информации сейчас занимается этнограф. Над проектом гид по Хакасии трудится 7 человек. Но этих сил, похоже, будет недостаточно. Ведь нужно не только отметить точки на карте, но и опробировать часть стандартных маршрутов. Поэтому разработчики будут рады сотрудничеству с теми, кто часто путешествует по республике. Для реализации проекта нам предназначен всего год. То есть в течение года мы должны все это сделать, протестировать, опробировать. И уже предоставить для скачивания в Google Play. То есть не только жители республики Хакасия смогут получить себе это предложение на гаджет, но и гости нашей республики. Внести вклад в работу сайта смогут и пользователи. Они будут добавлять свои отзывы, фотографии, рекомендовать маршруты. По задумке разработчиков, гид по Хакасии станет своеобразной площадкой для общения любителей путешествий и активного отдыха. И разработка такого масштабного проекта не была бы возможной без грантовой поддержки. Общее федеральное привлечение средств составляет в этом году более 2 миллионов рублей. В условиях сложности бюджета вы понимаете, что это немалые деньги. Да, там нужно по некоторым грантам обязательно софинансирование, республиканское софинансирование музейное софинансирование, оно будет обеспечено. Но главное то, что выигрываются те проекты, которые никак не могут быть заложены в государственную программу развития музея. Для музея этот и подобные гранты не только дополнительные деньги. Но главное – возможность реализовать свой потенциал, заинтересовать историей, культурой республики как можно больше ее жителей. Наталья Чудина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. В Абакане началась подготовка к параду 9 мая. Первая репетиция состоялась в четверг, и ради нее было перекрыто движение по городским улицам. Бодрым маршем по Первомайской площади прошагали военнослужащие Абаканского гарнизона, сотрудники МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказания, а также студенты ХТИ, где есть военная кафедра. В День Победы им предстоит пройти в составе парадных коробок. И на то, чтобы колонны получились четкими и красивыми, есть еще несколько репетиций. Среди марширующих не только сильная, но и прекрасная половина человечества. Всего в параде примут участие около 700 человек. Организаторы напоминают, на время репетиции автомобилистам следует объезжать центр города. Хорошей погоды прежде всего ждут дачники и овощеводы. Между тем, есть способы повысить урожай, и о них в нашей программе. Рассказал следующий гость студии, представитель Алтайской компании по производству удобрений. Сегодня нам магазины предлагают достаточно большой ассортимент удобрений, но, к сожалению, не всегда их качество на должном уровне. Что можете сказать о своих удобрениях вы? Компания «Биобан» выпускает два препарата «Флора-Эс» и «Фиттопфлора-Эс». И самое основное слово в наших препаратах – то, что они экологически чистые. Ведь на сегодняшний день мало вырастить просто много богатого урожая. Хочется еще, чтобы он был полезен для здоровья. Именно это дает наши препараты. Ваша компания работает уже больше 20 лет, и люди о ней достаточно наслышаны. Конечно, компания на рынке уже, как вы заметили, 20 лет. Мы имеем только положительный опыт. В городе Абакане, Саиногорске мы тоже не первый год. И очень много положительных отзывов. Кстати, на презентации я очень часто слышу, когда я задаю вопрос, где вы о нас услышали, какая реклама прозвучала. Очень часто говорят, что именно от знакомых, которые уже, применяя наши препараты, имея положительный опыт, советуют, что вот, идите и приобретите вот данные препараты. Ну а чем принципиально отличается ваша продукция? Еще раз хочу заметить, компания Биобан выпускает два препарата Флора-Эс и Фиттофлора-Эс. Флора-Эс это у нас основной фундаментальный препарат, и в него входит высококонцентрированная смесь гуминовых кислот. Гуминовые кислоты, все мы знаем, что основа плодородия почвы это гумус. Основа гумуса как раз таки гуминовые кислоты. Именно они дают нам раскисление почвы, это очень важно, потому что основная масса растений у нас как раз таки произрастает на PH нейтральной почве. Есть некоторые виды растений, которые любят кислую почву, но их достаточно мало. Значит, идет нейтрализация всех ядохимикатов. Я так думаю, что для Абакана, вообще для Хакасии это очень важный момент, так как и пожар у вас случался совсем недавно, и паводок прошел, ведь паводок с собой приносит, он смывает по дороге все, что ему не попадется, и все это приносит на наши с вами поля и сады и огороды. Так вот идет нейтрализация всех ядохимикатов и быстрое восстановление плодородного слоя почвы. Когда у нас прошли пожары, плодородный слой почвы был уничтожен. Применяя препараты Флора-С, у нас идет восстановление плодородного слоя почвы. Отсюда у нас точно так же идет, еще они имеют такое уникальное свойство, как превращать минеральные вещества, которые у нас в почве достаточно много, их еще не на один век хватит, в доступную форму для растений. Отсюда растение, когда оно само решает, какой элемент ему взять, в какое время вегетации и в каком количестве, идет правильное формирование накопления ферментов и сахаров, отсюда еще улучшаются вкусовые качества. Повышается воздухообмен почвы, очень хорошо увеличивается, улучшается структура почвы и очень хорошо нарастает корневая система. В 1,7 раза она становится мощнее. Ну и конечно же, если у нас, во-первых, плодородная почва, у нас хорошая структура почвы, у нас воздухообмен хороший, у нас повышается с вами урожайность еще на 20-40%, на некоторых культурах даже до 60%. Идет у нас замена, это я вам про флорез рассказала, второй препарат у нас фитофлорез. Сюда, помимо гуминовых кислот, введена еще бактерия бацилус субтилюс. Это пробиотик, это очень важно, потому что наращивая свою полезную микрофлору, она подавляет всю патогеногнилостную. За счет этого у нас идет еще борьба практически со всеми патогеногнилостными заболеваниями, как на почве, так и на растениях. И когда мы говорим, применяя препараты в комплексе, восстанавливается очень хорошо тепличное хозяйство, потому что землю не надо нам каждые 3-4 года будет выносить, вывозить оттуда, так как идет борьба с заболеваниями. И исключается такое понятие, как севооборот. Вы из года в год сможете на одном и том же полюбившемся месте садить ту или иную культуру. Но при этом еще какие-то удобрения надо использовать? Тут же навоз, подкормки. Да, начиная применять наши удобрения, компания не рекомендует продолжать применять навоз, компост и тем более минеральные удобрения. Как я сказала, в почве их достаточно, они просто в недоступной форме. Навоз мы с вами применяли по той же причине, что там гуминовые кислоты. Именно они давали нам повышение плодородия почвы. Но на сегодняшний день не сказать, что он того качества. И попадая недоброкачественный навоз, когда в землю попадает, он у нас опять закисляет почву. Помимо этого идет очень много гнилостных процессов, потому что он не переработанный, гельминтов мы с вами заносим и всевозможные семена сорняков, которые опять произрастают, и у нас получается с вами постоянный труд. Тут же мы сорняки эти убрали, тут же они у нас проросли, и это постоянно. Начиная применять препараты, как я уже сказала, уходит проволочник, уходит колорадский жук. Вообще с вредителями препараты не борются. Мы боремся только с заболеваниями. Часто люди путают, думают, что это заболевание или это. Поэтому есть определенные рекомендации по применению препаратов, о которых я расскажу на презентации. Презентация пройдет в городе Абакане 15 и 16 апреля в ДК Железнодорожников по адресу Перятинская, 20. 16 апреля пройдет в городе Минусинский по адресу Абаканская, 44В. И 17 апреля в городе Саяногорске в Краеведческом музее по адресу Енисейский, 31. То есть ваши удобрения, они не просто улучшают урожай, но еще и делают лучше почву? Конечно. Они, еще раз хочу сказать, улучшают структуры почвы, повышается плодородный слой почвы. И что самое главное, самое главное в наших препаратах, то, что они экологически чистые. Что вы, выращивая на своих участках те или иные плоды и овощи, сможете употреблять в пищу, зная точно, что они полезны для здоровья. Помимо этого, препарат Фиттоп Флора-Эс, как я сказала, борется со всеми практическими заболеваниями, патогенно-гнилостными, как на почве, так и на растениях. Но он еще борется и с грибком. То есть вы можете обработать свои теплицы, чтобы у вас там не было никаких заболеваний. Вы можете обработать погреба или хранилища перед закладкой плодов на длительное хранение. И также вы обрабатываете сами плоды перед закладкой на длительное хранение, дабы спасти, сохранить урожай, спасти его от гниения. Я так думаю, что это замечательное свойство, когда, применяя всего-навсего два препарата в комплексе, вы получаете столько хорошего. На ваши выставки приходит достаточно много людей. Продукция ваша уже достаточно известна и популярна в нашем регионе. Вообще вы получаете отзывы о своей продукции? Конечно, мы получаем отзывы, очень много отзывов. И когда презентация проходит, я всегда говорю людям, пожалуйста, кто уже применял наши препараты, расскажите о том, какие вы имеете результаты. Я и сейчас хочу попросить тех людей, которые применяют уже наши препараты не первый год, и которые имеют положительный опыт. А я думаю, они бы не ходили раз за разом приобретать, если бы опыта не было. Приходите, рассказывайте, делитесь с другими людьми о том, какой опыт у вас от наших препаратов. Ну, при применении удобрений достаточно сложно обычно делать расчеты, сколько, чего, когда, куда. У вас это более простая схема. Да, препараты выпускаются у нас в сухом виде, применять их надо будет в разведенном. Есть определенная технология применения, и есть определенные рекомендации. На весь период вегетации с весны до осени у нас на одну сотку земли тратится 3 пакета флоры, 3 пакета фитопа, если у вас, конечно, не так много деревьев и кустарников. Если деревья побольше, то рекомендация может увеличиться. Но в среднем 3 пакета флоры, 3 фитопа на одну сотку земли. Пакет у нас на сегодняшний день так и стоит 50 рублей. То есть, если у вас 4 сотки, вам это обойдется в 1200 рублей, где вы полностью восстановите плодородный слой почвы, получите богатый, хороший, полезный для здоровья урожай. Ну и еще раз, где можно приобрести вашу продукцию? Да, презентация продажа пройдет у нас в городе Абакане 15 и 16 апреля в ДК Железнодорожников по улице Перятинская, 20, в городе Минусинске 16 апреля по адресу Абаканская, 44В, и 17 апреля в городе Саиногорске в Краеведческом музее по адресу Енисейская, 31, во всех городах с 11 до 14 часов. Пожалуйста, приходите, будем рады вас видеть. Спасибо большое, что и вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. У меня на этом все. Я желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова